Игорь, давайте сейчас все поможем, потому что мы не вернулись. Давайте, допустим, в краю. Или с какого края? А какого? Я думаю, что вы мои деньги добавили, да, вы побольше? Я думаю, что вы. Вы прям садитесь нормально. Не в краю, я не в краю. Да, это нормально. Вот, так, теперь отряд. Я так. Да, можно повесить вещи. Так. Ну, чай. Вот, так, и все еще надо. Это антиклориат. А, а. Так. Я смотрю, что где-то на сюда говорят, микрофоны и минутку. Ну, можете даже... Нет, там они не громкие, то есть. Да, и поэтому я думаю, что нам не знаем, что мы как бы в записи шли хорошо. А почему микрофоны эти уже там, для этих флаконов? Я не знаю, я к самому положу. Я не знаю, я к самому положу. Вот, я запустила этот стол, который опять... Эти радио, наверное, лучше вырубить, а то они фамилить начнут. Да, просто. Я не знаю, что я как-то заберу, чтобы... Да. 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 это стандарт я смотрю в принципе это шестный прям жесткий он немножко по другому нет я сейчас не знаю а там все осталось да немножко не так конечно раз отмечать по другим написано да микрофон здесь тоже более жесткая на шее а вот здесь прям жестко на шее да отличается по шее по-разному 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 вот зато у наших не указан 2 и пропорции морды которые 4 4 длина длина морды у них там написано заметно морды заметно короче а у метод метод и все равно что очень немецкий да и она вообще первая культурная не 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 я буду ходить подождите подождите мы сейчас подождите подождите мы даже возле, кстати, одинаково хотя Афиня любит вот такой ход хотя в стандартсе это немножко наоборот, назад он должен быть потому что мы обоим они любят, чтобы не шел надо сказать, что есть какие-то изменения да, изменения Да, наши пороги вообще, они могут и отвечать с ними, а вот наши пороги, западные, русско-европейские, восточный судежат, подключили русские, что не имеют. Ну, они, по-моему, только подняли рост для русско-европейских и в воду, потому что раньше русско-европейские были аккуратнее, не такие, ладно, а сейчас... А я их сужу и монашам ставлю, не надо, а то они до западной тибирской лайки уже поднимутся. Да, у них голова даже вообще уже перенузленно всталась. И голова такая узкая-узкая. А где мы в финском типе, там, с преобладанием тибирской? Написано, написано. А, с преобладанием типа последних, с финской лайки, с преобладанием типа последних. Да, вот видите? Так, очевидно, еще старовся дерамом VMC-саварковиче, которые у нас все первооб webinars в северо-европейских части, образовавшихся на базе коэль 🎵 besonders не так oftirusка. Мы both of them wichu чем-то не чувствуешь и им Hon 2017. Как вы видите, они по этой ходе. Видимо, это был номер 1, главный цифра... ... ... ... Ребята, нахер. Прощайтесь с ним. Нет? Просто показать? Наоборот, на аукцион за миллионы. Слышно. Что? У меня слышно не слышно? Да. Отлично. Все, можно начинать? Прохладно, да? Солна, ты за камерой садись. У него кого-то просто прямо близко? Да, прямо еще ближе. Прям перед собой поставь. Настынь, честненье. Поставь себе. Нет, ну так не слышно, что-то не слышно. А он же не вытягивает. А хорошо, а я могу вот так вот прямо вносить, кто говорит? Да, может просто так, да? Я могу дать такое, с вами. А этот, он вытягивается? А вдруг вот, по ней? Нет, не вытягивается. Нет, слышно, да, или нет? Да, слышно. Или громко. Просто как-то, если я буду так к нему склоняться, будет... Ну, не нужно склоняться, он не так работает. А вот теми, как он, они будут зрителям, да? Ну, да. Да, я могу дать счетчик. А вы хванить сейчас не будете? Нет. Просто что нам нет. А он... Нет, надо включать каждый раз, кто будет хванить. Все, да, начинай. Значит так, итак, сегодня мы здесь собрались на конференцию по породе финский шпиц и одновременно на презентацию книги. Книга по породе финский шпиц вышла в этом году и, я думаю, станет бестселлером для всех наших собаководов. Как возникла идея создания книги? Во-первых, книги о финском шпице на рынке нет. То есть не было какого-то такого сборника, который бы собирал всю информацию, которая касалась бы специфики именно этой породы. То есть были книги о лайках, там охота с лайками, охота с ними и так далее. Но не было книг, конкретно посвященной нашей породе. А такую очень хотелось иметь и держать в руках. Даже неважно, какого автора. Вот. И в итоге мы решили, так как никто из авторов, в общем-то, никак не созревал до этой идеи, мы решили воплотить ее сами. Для этого мы, естественно, привлекли на помощь наших дорогих экспертов, судей РКФ ПЦИ. Это один из экспертов РКФ ПЦИ пришел сегодня к нам в гости. Это Мишанова Нина Борисовна. Поаплодируем, пожалуйста. Это человек, который всю жизнь отдал лайком. 47 лет. Да. Который, вот скажите, пожалуйста, несколько слов о себе, вот как эксперты. Вы судили, по-моему, везде. От Камчатки, на Мурманске, в Москве и даже на рубежом, насколько я знаю. Да, 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 да. Ну, что я могу вам сказать? Можно я тут посижу, ладно? Ну, конечно, 47 лет я работаю с лайками. Моя любимая порода – западно-сибирские лайки. Они у меня были 35 лет. Я много выпустила в каталогу по лайкам, начиная с 9-го тома по 14-й по лайкам, по всем породам, обсорочкам. Материал мне давали те, кто занимался этой породой. Лично я готовила материал по западно-сибирским лайкам. Много статей писала в газете. Кто-то помнит мои статьи в газете по разным вопросам, связанные с собаководством, охотничим собаководством. Ну, что я могу сказать? Мне пришлось повесить, ну, всю Россию объездить практически. От Камчатки до Белгорода, Мурманские я несколько раз была. Ведь там тоже любой город, в который я приезжала, передо мной стоял вопрос – посмотреть не только собак, которые есть в этом городе, но и подготовить экспорт, которые будут судить в этом регионе. Ну, что могу сказать? Вот приехала в Тамбов, посмотрела на лайк и говорю человеку, который занимался собаками. Михаил Николаевич, у вас же не с чем работать. Какой же племенной материал у вас? И лет 20 я ездила в Тамбов, и мы дали очень хорошее поголовье. Подбирали собак в регионах. Потому что, когда я приезжала в регион, я видела какие-то собаки, что поближе к ним, мотать по всей стране, как говорится. Это, или, предположим, а сейчас вот Михаил Николаевич экспорт всероссийской категории, сам суден, ездит по всей России. На Камчатку прилетела туда, посмотрела, там вообще ничего нет, никаких не лайк, не лайк. Есть, конечно, но работать с ними некому. Они в основном в своих лайках, ну, медведи на таске будут. Ну, поездила по всем уголкам Камчатки. Мне там очень понравилось. И главное, недалеко, рядом стояли медведи, которые ловили там рыбу. И мы там не тупико стояли близко. Особенно не подходили, но все-таки на каком-то расстоянии. Сейчас я уже знаю, что на Камчатке прекрасное поголовье ловили занялся этим человеком, которому мы подготовили. И он стал экспертом и готовил уже своих товарищей. Ну, вот так по всей России. В любом случае, старались готовить экспертов честных, порядочных. Большинство, так оно и прошло. Сейчас у нас старое поголовье, как говорится, экспертам постепенно, постепенно уходит. Недавно мы похоронили двух наших товарищей. Гулевского, Валентина и Евгения Николаевича Оголева. Очень хорошие эксперты. Мои ученики. Очень жалко, что они ушли из жизни. Постепенно, постепенно уходят в народ. Что касается нашего поголовья, вообще лайк, мне, конечно, больше знаю западно-сибирский лайк. Естественно. Меня, вот когда я приехала судить лайк в Финляндию, посмотрела на западно-сибирский лайк. Матики, какие плохие были. Очень жалко. Не понравились. Русско-европейские мы типа это потеряли. Хотя там, сейчас и говорят в стандартах, повысили рост ближе к западно-сибирским лайкам. Но ведь вы, охотники, знаете, что если собака выше ростом, то, и она иначе ходит на поте. Ну, в общем, короче говоря, небольшие, прекрасные головы. Самый по себе нормальный. И что меня поразило в Финляндии. Вот на выставку мне показали там очень много районов. Но самое главное, наш переводчик, Ирина, она поставляла на выставку свою собаку. Там эту собаку экспорт, который судит выставку, не должен видеть. Я всегда езжу в ее машине, а тут она мне сказала, Нина Борисовна, вас повезет другой. И когда мы останавливались, причем во всех странах, где я была, я была в Игрунох, я была в Польше, везде разрешают собаку и водить в гостиницу. И всегда выходила, вот Ирина кричала, Нина Борисовна там, скажите, чтобы она из номера не выходила. То есть экспорт не имел права видеть собаку, которую он был судит на людей. И поразило меня количество восточно-сибирских моряков. Там было 78 собак. 78. Мы всегда на своих выставках по всей России имеем, ну, 10, ну, 2-3 иногда восточно-сибирских моряков. Хотя это очень хорошая собака. И с ней хорошо охотиться. Но тем не менее, она у нас. Вот сейчас, правда, разводится в моем родном городе, Ленинграде, я сама ленинградка, вот, разводится эта порода журавлёвом в Володе. И я дважды к нему приезжала, судила эту породу. И посмотрела, я ему сказала, молодец, как ты их сумел подобрать, такие, и так держать. И даже на нашу последнюю выставку, 13-го числа, 13-го февраля, была выставка обычного проводника, выставка лайка. И там у нас было, знаете, 30 лайков. Судила, ты не читала, это все, что ты не делаешь. Вашу породу я сужу тоже, но мне приходится ее реже судить. Понимаете? А в Финляндии вы видели там какие-то шпицы? Нет, в Финляндии даже не видели, нет. У меня были только три породы, западно-сибирские, русско-европейские и восточно-сибирские. Я знаю, что шпицов судят специальные эксперты. И даже я так слышала, что Фарафонова Татьяна ездила туда, чтобы можно было ей стажироваться на этих собаках. А у вас же тоже есть мастер, есть какие-то шпицы, да? Есть, да, я сужила, я сужила. А там не было, не было? А там они New York City А, мы же вы знаем, вы выбираете плащик? Да, да. Я просто думаю, что может быть и вида Ильина, это и другая история. На фенишке Шамысовка видела очень хороших лайф в наших республиках, в Украине, в Житомире, на белоруссии хороших собак видела ну вот карелатинских лая очень нет и их не так у нас много любом случае смотрел я еще потом вопросе попросту не дадите что вас интересует и вот я посмотрела вот этот эту книгу который это очень чем она не здесь весь материал который разбросан по всем отдельным а здесь это касается конечно шпицов и тем не менее касается других самок так что его можно читать пользоваться так что вот так спасибо еще выражать благодарность тем кто у нас затратил свою силу на эту книгу это если я кого-то забуду и конечно прошу меня простить постараюсь не забыть даже специально не случайно кого-то не забыть хотелось поблагодарить особенно антону а у пауну отрыве на владимира киповича финскую студию и и апельгрен женщины которые собаки которые очень часто побеждают в соцезаниях король лая в финляндии потом наши уважаемые охотники которые дали тоже свои интервью в эту книгу вот значит потом татаринца владимир петрович карелия республика пека тайнин руководитель клуба финских шписов и значит вячеслав темпо судья ркф и и брагин альберт михайлович не добавить уже как бы отметили в общем все вот эти вот эксперты да все вот эти эксперты дали нам здесь свою свою интервью свою оценку свое виденье этой породы несмотря на то что даже не все этой породы снимать вот из перечислены допустим но экспертов все эксперты занимаются детскими шпицами дали карел физскими лайками кроме вот не говорится как она сказала на большинство любит западно-сибирскую лайку и антона алла пауна несмотря то что она занимается легавыми она дала интервью при этом сказала что наша собака в общем-то как и легавая такая же достаточно хорошая и еще хотела вам представить гостя тоже очень интересного сегодняшней нашей конференции игорь рокин он является владельцем собаки рождение 1981 года то есть это давным-давным-давно собаки нашей породы и сейчас на 5 является на протяжении этого периода всегда у него были собаки этой породы сейчас он опять является но уже молодого щенка из нашего клуба то есть на конечно очень льстит что у него из питомника тогда кировского а теперь взял у нас выбрав наше разведение ну правда не наши конечно но и смыслить наши но посредством материала финского вот ну предоставляю слово здравствуйте ну я немножко расскажу предысторию начале 80 81 году решили все таки в семье заводить собаку папу был детстве его молодости любимый ирландский сеттер поэтому собаку решили заводить рыжую но так как жили в маленькой квартире то соответственно самка должна быть поменьше ну и вот как-то вот выбрали нашли эту породу просто по каким-то описаниям совершенно лайка это хорошая охотничая собака по знакомству потом ходили по большому достаточно плату выбрали щенка кировском питомнике тонкие тогда не иос не охота и звера вот в июне 81 года приехал коробки бурый медвежонок и мы стали геннад и через год пошли свою первую войну там мы увидели что мы со своими финскими краями потому что тогда 70-х годах были государственные закупки племенного материала щенков в финляндии причем от очень хороших линий потому что сейчас благодаря наличию интернета я даже найти что в пред который вордословно моего первого они были и рабочими в середине чемпионами финляндии как минимум три кобеля они же кстати вот как я случайно нашел обнаружили в линии от самая его нынешнего нынешней собаки это маски они тоже у него присутствуют все активно и чуть ли не родственник да да и вот мы получили эту щенка мы к ним пришли на первую выставку 1882 году московскую и ну тогда вот мы оказались в некотором даже шоке потому что действительно вот наш пёс очень отличался от стандарта московского те которые это было тогда это были собаки которые не похожи на тех что есть сейчас ну он на мой лучшую а те были ну они они были они были например действительно желтым они были мелкие все белых пятен тогда кстати было не так много на самом деле были меньше нашего кстати тоже было белое пятно но так я вот у меня есть фотография благодаря не знаю то что оно было крупное но благодаря тому что оно было идеальной формы треугольника как галстук но только добавляло ему вот ну там тогда возникла странная ситуация то есть мы никого еще не знаем мы стоим ходим в этой младшей группе нас поставили на второе место из по-моему там идти а зрители которых мы не знаем мы никого еще не знали они нам кричат папе было даже неудобно кричат и заедут что ты ходишь на втором вставай на первую ну после этого мы не поставили нет не поставили а из-за чего ну из-за того что он слишком отличался на мой взгляд за уж он слишком отличался в лучшую сторону нет дали экстерьер очков у него всегда его всегда и перестали ну как положено младше потом отлично потом отлично ставили причем разные эксперты нельзя говорить что вы потом на московских выставках судили то и ркф тогда вообще не было вот видите даже в младшем возрасте нельзя было получить отлично тогда ставили только очень хорошо после этого мы стали участвовали выставках ходили на испытания но я бы хотел немножко вот так свои собаки отлично потому что я наблюдал в 80-е годы на за изменением породы все ходя смотря на выставки испытаний то порода начала улучшаться начала улучшаться я в этом даже убежден за счет того что приливали именно финские крови финских родословных породных собак потому что был многократный чемпион московских выставок алью пени супер чемпионы и основной производитель 80-го он был тоже чистый финн это был импортный кобель которого привезли казенную валюту передали в море для разведения для обновления крови тогда по их же появились у отрывина финские собаки извне и ос большая финская линия там много щенков было закуплено и порода вот по сравнению с на 82 годом 92 она очень пришла ну примерно в то состояние какое сейчас вот собаки нашего российского происхождения до этого собаки были очень отличались худшую сторону практически нет практически нет то есть вот то что получили то и осталось в каком еще я уже стал замечать ну особенно может мое поменьше особенно у сук наших что наши суки стали какие-то более еще более тонкохостные и 1 1 то есть по сравнению с концом 80-х тогда наши суки стали уже они стали пушистее а сейчас они как-то уже я считаю на море мое личное мнение что это связано с как раз с этим бестолковым и вредным разделением породы которое произошло начале 90-х когда сначала моир с потокером разошлись и и так не очень большое количество собак поделилась а в результате этого кровь крови крови откуда поэтому я такие считаю что линия светланы и ее в разведении что надо приливать активно финские крови пару расправлять лучше она совершенно правильно теперь я бы хотел еще можно еще скажу лишь нашим зрителям интернет сайта чтобы задавали вопросы через форму на сайте на нашем аж корректы лайка . ру участникам конференции вы можете задать вопросы как мне автору книгу как так и не борис и не экспертов всесоюзной категории так и и игорь уроки но современнику 80-х не забывайте задавать вопросы я еще напомню потому что мы все вопросы мы сможем здесь ответить я еще хотел бы на что вот об одном маленько свое мнение вот некоторые сейчас говорят что дескать финские собаки это собаки для шоу для выставки потому что они красивые на самом деле это совершенно не так первый кобель у меня было три кобеля первый который максимально 2 его сын его мать была просто московская и третий был уже такой обычный другой обычный марировский могу сравнивать по его потенциалу по широте поиска по выносливости то что первый был он был очень гармоничный он был на верхнем пределе роста он был мощный чем отличие